Великие пророчества Даниила и Откровения. Урок номер 10. Тема «Зверь, выходящий из земли» Мы говорили с вами о Яне Гусе, мы также познакомились с вами с высказанием, в котором описывалось состояние в котором пребывал Гус, когда он вышел из заключения. Это было ужасное зрелище. И нам нужно понять, что в тот момент Гус даже не был осужден. Мы также узнали о том, что когда Гус был приведен в надлежащий вид, после освобождения он предстал перед религиозным судом. Нам нужно обратить внимание на то, что это был религиозный суд, а не государственный. Все присутствующие на суде были религиозными судьями. Я цитирую это из книги «Еретик Гус» на странице 28 это было написано. «Когда часы пробили восемь, и послышался колокольный звон, процессия, состоящая из епископов, кардиналов, отцов церкви и других представителей проследовала в церковь, где должно было состояться судебное разбирательство? В церкви. Где для Гуса поставили стул, вокруг которого располагались места для джентльменов? Гус был обвинен в 47 преступлениях, и ни одно из них не было направлено на нарушение гражданских законов. Все обвинения затрагивали только его убеждения и нежелание следовать учению церкви. Автор книги говорит нам о том, когда Гус пытался что-то говорить в свою защиту, все присутствующие начали кричать, подобно иудеям, на суде над Христом. Интересно отметить, что когда крики немного стихли, Гус произнес несколько очень важных слов, которые мы изучим во свете того, что мы уже рассмотрели. «Бог дал Петру, своему ученику, ключи к сердцам всех людей и к небесам веры, но не меч.» Вы заметили? Иисус не дал Петру что? Меч. О каком мече? Он здесь говорит. Дал ли Господь Петру духовный меч? Да. Но в данном случае речь идет о мече гражданской власти. Иисус не дал Петру меч убивать, как вы убиваете всех тех, кто не принимает ваших мирских доктрин, и кто уклоняется от них. В чем здесь дело? Мирские доктрины церкви. Итак, состоялось голосование относительно виновности и невиновности Гуса. 31 человек из присутствующих представителей власти проголосовали за невиновность Гуса. 11 человек сказали, что он виновен и должен быть отлучен от церкви. Но 45 человек выступили против Гуса и потребовали для него смертной казни. Но церковь не имела права выносить смертный приговор, и будучи церковью, она не могла сделать то что хотела. Знакома ли вам подобная ситуация? Вы помните как Евангелие описывает произошедшее с Иисусом Христом? Им понадобилась помощь императора. В тот момент времени императором был Сигизмунд, который предоставил Гусу гарантию охранную грамоту, которая должна была защищать его на пути от Праги до Констанца и обратно. И теперь Сигизмунд должен был решить, выполнит ли он свое обещание, данное Гусу. Представители религиозной власти, присутствующие на суде, сказали ему, что он не должен выполнять соглашение, данное эретику. Когда император принимал решение относительно того, отдать ли Гуса на смертную казнь, из среды присутствующих, поднялся граф Калдшлам, который, обращаясь к Сигизмунту, произнес следующие слова. «Цезарь» интересно, что он обратился к нему как к Цезарю, представителю светской власти. «Цезарь, не делай этого! Цезарь, Цезарь, не замарай свое имя кровью!» Но автор книги говорит нам, что религиозные лидеры усыпили совести Гизмунда, и я читаю на странице 63-й этой книги. «Но император ничего не слышал, и в дальнейшем его слух заглушался голосами кардиналов, епископов и священников, которые толпились вокруг него, целовали края его одежды и прославляли его имя. Тогда он взял письменный прибор и написал на приговоре свое имя. Приговор должен был приведен в исполнение 5 июля 1415 года. Как я уже упоминал, что я был на том месте. Это волнующий опыт, когда ты осознаешь, что же произошло на этом месте. Отцы-основатели знали об этой истории церкви в 1260-летний период времени. Они знали об этом механизме преследований и инквизиции. Позвольте мне немного рассказать об инквизиции, которая действовала на протяжении части периода 1260 лет. В Латинской Америке инквизиция орудовала в трех странах. Она функционировала и в Европе, но в Латинской Америке она орудовала в трех странах – в Колумбии, Перу и Мексике. Несколько лет тому назад меня пригласили провести серию встреч в университете около города Лимы. И я знал, что там находился дворец инквизиции. Я загорелся идеей посетить это место, и поэтому однажды днем, когда у меня было свободное время, я попросил отвезти меня в музей инквизиции, что они и сделали. Когда вы входите во дворец инквизиции, вы наталкиваетесь на большую картину или на гравюру, на которой изображена ауто да фе, или церемония суда над человеком, которого собираются сжечь на костре. Эта картина изображает ауто да фе, происходящее на центральной площади Лимы, Пласа де Армос. И после рассказа о том, как сжигались еретики из-за несогласия с учениями и действиями церкви, молодой экскурсовод отвел нас в комнату пыток, рассказывая нам об всех инструментах для пыток, представленных в этой комнате, которыми пользовались инквизиторы, он как бы, между прочим, говорил, что этот инструмент использовался для этого, а тот инструмент для того-то. Позвольте мне рассказать вам о некоторых инструментах пыток, которые использовало папство через государственные власти для преследования несогласных с учением церкви. Первый инструмент для пыток назывался стропаду. Жертвы связывали за спиной запястья и привязывали их к веревке, перекинутой через высоко закрепленную перекладину. Представьте себе человека со связанными за спиной руками, которого постепенно поднимают за конец веревки. И когда жертва поднимается высоко над землей, свободный конец веревки неожиданно отпускают и снова удерживают ее в тот момент, когда жертва почти касается земли. В результате этого происходят вывихи рук и плеч. Иногда груз весом 25 фунтов, это все нам рассказывал экскурсовод, привязывался к ногам жертвы, чтобы сделать падение более стремительным и вывихи более болезненными. И все это делалось только потому, что люди не были согласны с учением церкви. Следующим инструментом пыток был столб для порки. Эти два инструмента, с которыми в первую очередь мне пришлось столкнуться, стояли на правой стороне комнаты. С руками и ногами, закованными в кандалы, жертву били по голому телу, минимум 50 и максимум 200 раз плетью. И все это только потому, что человек не был согласен с учением и практикой папской церкви. Затем вы поворачиваете налево, и на левой стороне комнаты стоит дыба, Эллен Уайт упоминала о ней в своих трудах. «Жертвы укладывали на спине, на стол с вытянутыми по сторонам руками и ногами, лодыжки и запястья жертвы были связаны веревками, которые привязывались к двум барабанам, находящимся на четырех углах стола. Колеса на каждом конце стола крутились и тянули человека за ноги и за руки в противоположном направлении. Когда еретику предлагали раскаяться, его плечи и локти, бедра и лодыжки медленно смещались, и заключенный корчился от боли. И все это происходило потому, что заключенный не был согласен с учением и практикой церкви, и хотел поступать по велению своей совести. Затем по правую руку от вас находится гаротто. Это был инструмент, который постепенно душил свою жертву. Руки и ноги жертвы были привязаны веревкой к подлокотникам и ножкам стула вокруг шеи была завязана петля. Позади кресла находилось колесо выступающее в качестве турникета. Колесо медленно крутилось и все туже и туже затягивало веревки вокруг рук и ног, и шеи, и пока жертва не оказывалась задушенной. Этот молодой человек, который проводил нам экскурсию, совершенно просто описывал все эти инструменты пыток, которые использовала церковь для тех, кто не был согласен с учением и практикой церкви. Кстати, следующим инструментом пыток была пытка водой. Когда вы поворачиваете за угол комнаты, то на правой стороне комнаты вы видите манекен, лежащий на спине, на кровати, а другой человек поливает его водой, область рта и дыхательных путей. Вы слышали о такой пытке? Кстати, в Ираке при допросах использовали такой вид пыток. После этого мы спускаемся в подземный тоннель, эти подземные тюрьмы были высечены в скале. Эти камеры были чуть больше самих узников. Целыми днями узники находились в холодных и абсолютно темных камерах, в которых с трудом могли пошевелиться. Их семьи не знали о их местоположении. Вот к чему приводил ужасный механизм инквизиции, и отцы основатели знали, что церковь использовала государство для преследования людей и единственная вина которых состояла в их религиозных убеждениях. Поэтому отцы основатели говорили, что такого не должно быть в стране, которую мы собираемся основать. Мы собираемся установить другое правительство. В нашей стране должно быть два царства, две власти. Церковь и государство. И мы должны сделать все возможное, чтобы церковь не оказывала влияние на государство. А государство не влияло на церковь. Они будут функционировать, каждая, в своей сфере и со своим мечом. Итак, отцы основатели знали, что происходило с церковью и государством, которые объединились во время 1260-летнего периода. Но они также знали, что происходило на территории Соединенных Штатах во время колониального периода. Отцы основавшие Конституцию знали все об истории США в колониальный период. Они хорошо знали, что такие индивидуумы, как атеисты, евреи, квакеры и баптисты были лишены гражданских прав только потому, что их вера и религиозная практика не сообразовывалась практикой государственной пуританской церкви. Основатели хорошо знали о воскресных законах в колониальный период. И люди, которые нарушали воскресенье, подвергали штрафам, бичеванию, тюремному заключению, и как минимум в трех из тринадцати колоний законодательством была предусмотрена смертная казнь для тех, кто нарушал воскресенье как день покоя. Только те люди, которые принадлежали государственной церкви могли занимать правительственные посты. Если вы не принадлежали государственной церкви, вы не могли находиться на государственных постах. Основатели хорошо знали о Роджере Уильямсе, который был изгнан из колонии Массачусетского залива в сентябре 1635 года за его взгляды, касающиеся разделения церкви и государства. Они знали о том, что Роджер был вынужден бежать в конце 1635 года и начале 1656 года в ужасную холодную зиму. Как он описывал, он был вынужден бежать, потому что был изгнан из колонии. И он в конечном итоге оказался в земле, которая сегодня называется Род-Айленд, и основал столицу Род-Айленда, названную Провиденс, что означает «провидение». Как вы думаете, почему он дал ей такое имя? Это произошло потому, что он верил, что Бог привел его туда по своему божественному провидению. Я верю, что Роджер Уильямс был первым человеком появившимся в 1260-летний период, который совершенно отчетливо понимал идею гражданской и религиозной свободы, отделения церкви от государства. Он был ярым сторонником такого разделения. Обратите внимание на сказанные им слова, записанные в этой действительно великой книге Тимоти Холла, которую я вам всем очень рекомендую прочесть. «Separating Church and State» Разделение между церковью и государством. Он цитирует Роджера Уильямса, который сказал, «Насилие над женщиной, которое является актом жестокого надругательства над ее телом, против ее воли мы называем изнасилованием. Таким же образом происходит и надругательство над душой и духовным началом человека, когда кто-то принуждает другого человека действовать вопреки собственной совести в вопросах поклонения Богу. Другими словами, преследования, которые совершают насилие над совестью человека, являются духовным изнасилованием. На следующей странице Роджер Уильямс указал, что гражданские суды имеют гражданский меч правосудия. Обратите внимание на слова, которые он использует «Гражданский меч для защиты людей, имущества, семей, свобод города или гражданского статуса, пресекая грубых и опасных людей или действия». Другими словами, он говорит, что гражданский меч нужен для защиты гражданского порядка в обществе. Вы меня понимаете? И снова мы находим в книге Тимоти Холла поясняющие слова. Уильямс также не соглашался и с тем, что веротерпимость означало лишь то, чтобы верующие различных веросповеданий оставили друг друга в покое. Он не говорил, что ты просто не должен говорить плохое о другой религии. Нет, он так не считал. Для него паразолитизм или обращение людей в свою веру и из других церквей полностью согласовывалось с понятием религиозной свободы. Он верил в воинствующую религию, хотя тот, кто поддерживал такую религию, вел эту духовную войну посредством духовного оружия, такого как проповедь, убеждение и молитва, а не через гражданское насилие. Религиозная терпимость, за которую выступал Уильямс, дала верующему возможность вести духовную войну против духовных заблуждений. Он стремился к тому, чтобы против отступничества и неверия люди использовали не гражданский меч правосудия, а духовное оружие. Верил ли Роджер Уильямс в два разных меча гражданский и религиозный меч? Верил ли Уильямс в то, что вы можете использовать религиозный меч, чтобы убеждать верующих и из других деноминаций присоединиться к вашей церкви посредством проповеди истины? Несомненно, Роджер Уильямс использовал очень интересное выражение, подобное тому, которое находится в книге Откровения в 13-й главе, стих 11-й. Я знаю, что он переводил Библию для коренных американцев на разные диалекты и был знаком с Библией. Может быть, он думал об Откровении 13-11, когда произносил эти слова. Он сказал, «Когда последователь Христа поддерживает преследование против тех, кто не согласен с Ним, он становится виновным в использовании голоса дракона в устах Агнца.» Интересные слова, они были сказаны еще в 1600 году. Это было сказано до исполнения этого пророчества. Интересен также тот факт, что приговор об изгнании Роджера Уильямса, вынесенный ему в сентябре 1635 года, не был аннулирован до 1936 года, когда законопроект под номером 488 был вычеркнут из закона штата Массачусетс. Приговор об изгнании, выносенный Роджеру Уильямсу Генеральным судом Массачусетс, в 1936 году был аннулирован. В конечном итоге, в 1936 году Роджеру Уильямсу было позволено вернуться в колонию Массачусетского залива. Это было посмертное постановление. Интересно отметить относительно колониального периода, что служитель южных баптистов и конгрессмен-республиканец Вирджинии Джон Бюкенен сказал следующее, «Такие проповедники, как Пэт Робертсон и Джерри Фойл, который, кстати, уже умер, не должны забывать, что в колонии Вирджинии баптистских проповедников избивали, сажали в тюрьмы и изгоняли из города за проповедование их диссидентских взглядов, тогда как англиканские служители получали деньги из налоговых средств государственной сокровищницы. Поэтому им нужно не забывать о том, что в колониальный период их преследовали за то, что они были баптистами. Итак, отцы-основатели знали о том, что происходило в колониальный период, когда от людей требовали принадлежности государственной церкви под страхом гражданско-правовых взысканий. Поэтому они сказали, что в США, которые они собирались сосновать, такого не будет. Они будут основывать государство, основанное на других принципах, в котором будут сосуществовать два царства, государство и церковь. Они оба будут существовать на законных основаниях, функционировать каждая в своей сфере, будут иметь свои мечи, но будут действовать отдельно, а не вместе. А теперь давайте поговорим об отцах-основателях, о Конституции и о Библии. Отцы-основатели Конституции читали Библию, но до конца не верили в нее. Они были деистами. Они знали очень хорошо, что произошло со смертью Иисуса Христа. Знали о преследованиях апостолов, совершаемых отступившей Иудейской церковью. Они знали из Писания, что происходило тогда, когда государство издавало постановление, запрещающее религиозное поклонение, либо посягающее на право поклоняться в соответствии с велением собственной совести. Поэтому, когда отцы-основатели устанавливали свое государство, они учитывали прошлый опыт, они знали, что произошло в 1960-летний период, они очень хорошо знали, что произошло в колониальный период. Они знали из Писания, что происходит тогда, когда государство и церковь объединяются. И они заявили, что такого в новой стране происходить не будет, и что они собираются провести религиозный эксперимент в Соединенных Штатах. Давайте немного поговорим об учредительных документах Соединенных Штатов. Учредительные документы США, несомненно, имеют божественное происхождение. Я не говорю, что они были богодухновенными, но то, что они были написаны при непосредственном Божьем участии. В 1776 году декларация о независимости утвердила, что все люди сотворены равными и имеют ряд неотъемлемых прав, предоставленных Богом и потому не могущим быть отнятыми правительством, среди которых право человека на жизнь и стремление к счастью. В 1787 году была подписана Конституция Соединенных Штатов, а в 1771 году был сформирован Биль о правах, в котором содержались первые 10 поправок Конституции Соединенных Штатов. Как я уже говорил ранее, очень примечательно то, что эти три документа были утверждены непосредственно до того, как папство получило смертельную рану. Что означало, что следующая сверхдержава возникала тогда, когда предыдущая власть получила смертельную рану. Исследование трудов отцов Конституции открывает нам то, что они твердо верили в законное существование двух царств на территории одного государства Соединенных Штатов, и которые никогда не должны были объединиться. По их словам, церковь получила духовный меч, которым она могла убеждать людей на основании Слова Божьего, а государство – буквальный меч для сохранения гражданского порядка в обществе. Эти два принципа, основанные на идее о двух царствах – церкви и государства, называются республиканизм, представляющий гражданское правительство с гражданским мечом, и протестантизм, представляющий религиозное правительство с религиозным мечом. Во времена Средневековья все гражданские вопросы решались кем? Королем. А все религиозные вопросы решались папой. Таким образом, вся власть шла сверхов по направлению к князам. Когда папа говорил, от людей ожидалось беспрекословное подчинение. Когда говорил царь, его слово было законом, и у людей не было свободы ни в гражданских, ни в религиозных вопросах. Конституция отцов-основателей США учредила правительство, которое перевернуло все идеи с ног на голову. В нем власть текла с низов к верхам, и правительство состояло из людей, людьми и для людей, посредством законно избираемых представителей. И отцы-основатели верили, что законное существование церкви и государства могло иметь место в одном государстве в Соединенных Штатах Америки. Имея республиканскую форму правления, Соединенные Штаты участвовали в решении гражданских вопросов и позволяли церкви действовать в сфере религиозных вопросов. В этом состоял один из самых революционных опытов в истории мира. Осознаете ли вы, что Эллен Уайт родилась всего 27 лет после смертельной раны? Обратите внимание на то, что говорил Эллен Уайт о колониальном периоде в сравнении с конституционным периодом Соединенных Штатов. Это написано в ее книге «Великая борьба» страница 441, здесь говорится следующее, «Среди христиан-изгнанников, которые первыми бежали в Америку, спасаясь от королевских притеснителей» Здесь идет речь о гражданской власти и религиозной нетерпимости церкви, верно? Так чего же они искали? Они искали свободы гражданской и религиозной. И далее она пишет, «Было много людей, которые твердо решили строить государство на фундаментальной основе гражданской и религиозной свободы. Их взгляды нашли свое отражение в Декларации Независимости, которая выдвинула великую истину о том, что все люди сотворены равными и наделены неотъемлемыми правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. Принятая Конституция гарантировала народу право на самоуправление, заключавшееся в том, что его представители, избранные голосованием, принимают законы и отправляют правосудие. Предоставлялась также свобода каждому человеку. Разрешено было поклоняться Богу в соответствии с убеждениями своей совести. Республиканские принципы, это государство без короля и протестантизм, церковь без папы, стали основополагающими принципами этого государства. Конец цитаты. На чем были основаны Соединенные Штаты Америки? На разделении церкви и государства. Сколько царств США? Вы знаете, я живу в одной стране, но я гражданин двух царств. Я являюсь гражданином США от рождения, но я также являюсь гражданином церкви посредством своего рождения свыше. И у меня есть паспорт Соединенных Штатов Америки и религиозный паспорт Кровь Альнца. Но я живу в одной стране. А теперь ответьте, пожалуйста, на очень важный вопрос. В чем секрет процветания США? Послушайте то, что написано в книге «Великая борьба» на странице 441, в этом заключается секрет его мощи и процветания. Так в чем же секрет мощи и процветания США? Идея о том, что церковь должна осуществлять свою деятельность как церковь, а государство как государство, отделение церкви от государства, а что приведет к национальному отступничеству. Единство церкви и государства. Это приведет к потере мощи и процветания. Елен Уайт говорит, что это приведет к национальному краху. Вы видите, как вопрос отношений между церковью и государством возникает снова и снова? Вот почему у нас есть департамент по религиозным свободам. И некоторые люди, адвентисты, наивно говорят, зачем нам нужен департамент по свободам? Он только затягивает процесс. Давайте позволим церкви и государству объединиться, чтобы мы уже смогли отправиться домой. Это звучит достаточно правдоподобно. Почему же наши религиозные свободы должны бороться за отделение церкви и государства? В основном это делается для того, чтобы люди в мире могли понять важность этого для их личного спасения, и занять правильную позицию. В этом заключается основная причина его существования. Это не отсрочка неизбежного. Это нужно для того, чтобы когда наступит время, то журналы, посвященные свободе и все эти организации, борющиеся за свободу, могли помочь людям увидеть истинное положение вещей и занять правильную позицию. Поэтому этот департамент посылает политиков, юристов, мыслителей в США, чтобы когда придет время, вы будете рады присутствию одного из тех людей, которые получили эту свободу и могут представлять вас в суде. Поэтому церкви нужен департамент по свободам. Эллен Уайт пишет в книге «Великая борьба» на странице 442. «Основатели американского государства благоразумно позаботились о том, чтобы лишить церковь светской власти, поскольку это могло привести к таким неизбежным последствиям, как нетерпимость и преследование.» Конец цитаты А теперь послушайте меня внимательно. «Таким образом, отцы-основатели отвергли отступнические взгляды римо-католической церкви, предполагающие единство церкви и государства, и вернулись к взглядам которых придерживалась церковь в апостольские времена.» Они вернулись к взглядам ранней церкви, церковь должна действовать как церковь, а государство как государство. Теперь вы можете сказать, что все это интересно и познавательно, но можем ли мы прочитать то, что основатели США лично говорили, чтобы увидеть истинно ли это? К этому мы сейчас и приступим. Итак, в нашей программе первый человек, к словам которого мы обратимся, это Джордж Вашингтон. Я думаю, что его высказания будут хороши для начала. Итак, Джордж Вашингтон, первый президент Соединенных Штатов, освободивший их от гнета Англии и председательствующий на Конституционном Конвенте. Обратите внимание на то, что он сказал представителям баптистов в 1789 году. «Если бы у меня возникли малейшие опасения относительно того, что Конституция, которую мы разработали на этом конвенте, на котором я имею честь председательствовать, могла подвергнуть опасности права любого религиозного общества, то я никогда бы не закрепил ее своей подписью. И если я мог бы представить, что национальное правительство, то есть федеральное правительство, могло подвергнуть опасности свободу совести, то даже не сомневайтесь, что вы не найдете никого кроме меня, кто с большим бы рвением воздвигнул бы мощные барьеры против ужасов, духовной тирании и проявления любого вида преследований. Ибо вы, несомненно, помните, как часто я выражал свое мнение относительно того, что любой человек, ведущий себя как добропорядочный гражданин, к какому царству относится это положение? Гражданской власти. И подотчетный только Богу в своих религиозных воззрениях, а к какому царству относится эта идея? К церковной власти. Должен безбоязненно поклоняться Богу в соответствии с велениям собственной совести. Верил ли Джордж Вашингтон в разделение церкви и государства? И в существование двух царств в одном народе? Конечно же верил. А что мы можем сказать о Бенджамине Франклине? Мне нравится это утверждение, и Франклин действительно имел чувство юмора. Вот что он сказал. «Когда религия добра, она будет поддерживать сама себя. Но когда она не поддерживает сама себя, и Бог не поддерживает ее, тогда исповедующие эту религию вынуждены обращаться за помощью гражданским властям, что по моему мнению и является доказательством ее дурной природы.» Поддерживал ли Бенджамин Франклин идею о разделении церкви и государства? Несомненно. А что насчет Томаса Джефферсона? Мы прочитаем несколько высказываний, сделанных Томасом Джефферсоном. Он был одним из создателей Конституции. Я несколько раз посещал мемориал Джефферсона, который расположен в Вашингтоне, округ Колумбия. Мне нравится просто сидеть там и читать надписи, сделанные на мраморных стенах, белых мраморных стенах. На самом деле, однажды я написал эти слова, которые я сейчас собираюсь вам прочитать собственной рукой и скопировал их в мой компьютер. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что Джефферсон писал по вопросу государства и церкви. «Всемогущий Бог даровал каждому человеку свободу принимать решения. Все попытки повлиять на нее посредством гражданских взысканий и обязательств, что относится к гражданской власти, являются отступлением от святого плана автора нашей веры. Ни одного человека нельзя заставлять посещать или поддерживать любое религиозное богослужение или мероприятие без страха пострадать за свои религиозные взгляды или веру. Но всякий человек должен иметь право исповедовать или методом изложения доводов поддерживать свои взгляды в религиозных вопросах. Мне знаком только один моральный кодекс для людей, независимо от того действуют ли они в одиночку или совместно». Верил ли Джефферсон в отделение церкви от государства? Конечно, да. А сейчас я хочу привести одно в какой-то мере юмористическое утверждение. «Законные полномочия правительственных структур распространяются только на те действия, которые приносят вред остальным людям. Но мне не принесут вреда утверждения соседа о существовании или напротив отсутствии двадцати богов. Эти слова не посягают на мой карман и не могут сломать мне ногу». Имеет ли правительство право защитить вас от карманников или от тех, кто ломает вам ноги? Конечно же имеет. Но Джефферсон говорит о том, что правительство не может влиять на религиозную составляющую общества. Поэтому, если вы хотите поклоняться пяти тысячам богам, пусть будет так, и вера моего соседа никак не может навредить мне. В 1782 году Джефферсон написал следующее. «Только заблуждение нуждается в защите правительства. Истина способна сама себя защитить». Понимал ли Джефферсон необходимость в разделении церкви и государства? Несомненно, да. Джефферсон знал об инквизиции. Обратите внимание на это утверждение. «Является ли достижимым единомыслие, единомыслие в религиозных вопросах имеется в виду, которого должны придерживаться все церкви?» «С момента зарождения христианства миллионы невинных мужчин и женщин и детей были сожжены, замучены, оштрафованы и заключены в темницу. Однако это не помогло нам придвинуться ни на один дюйм в достижении единомыслия» Он говорит сейчас о вере в действии. «Что принесло с собой принуждение? Лишь сделали одну половину мира глупцами, а другую лицемерами» Почему глупцами? «Потому что вас убивали за то что вы верили, а лицемерами потому что вы выражали готовность следовать за ними, чтобы не быть убитыми» Вы согласны с такой точкой зрения? Итак, Джефферсон указал на то, что люди были готовы стать мучениками для того чтобы сохранить религиозную и гражданскую свободы. Посмотрите что он говорил по этому поводу. «Для того чтобы сохранить людям право мыслить по-своему и свободу слова, всякая душа должна быть готова стать мучеником, потому что пока мы имеем свободу мыслей, их выражение, состояние человека будет улучшаться.» Вы знаете, что Департамент по религиозной свободе при Генеральной конференции должен защищать другие церкви у которых возникает проблема с государственной церковью и в их число входит даже католическая церковь. Это отделение в адвентистской церкви должно предоставлять консультативные заключения римно-католической церкви, когда правительство хочет посягнуть на ее права. Вы можете сказать, зачем нам это нужно? Все дело в том, что когда мы защищаем религиозные права других, мы защищаем свои права. Я хочу обратить ваше внимание на слова Томаса Джефферсона, сказанные по этому вопросу. «Надлежит каждому человеку, который ценит свободу совести, сопротивляться посягательствам на свободы других людей, потому что их опыт по стечению обстоятельств может стать вашим личным опытом.» Мудрые слова, не так ли? Мы видим, Джефферсон осознавал, какие опасности скрываются за влиянием духовенства на государство. Откуда ему это было известно? Догадывался? Нет! Он знал о 1260-летнем периоде. Он знал историю колониального периода. Вот что он говорил. «Духовенство, утвердившее себя посредством закона и внедренное в правительственную машину, стало мощным двигателем против гражданских и религиозных прав человека.» Конец цитаты. В 1813 году он также сказал, «На мой взгляд, история не имела примера того, как находящиеся во власти духовенства люди поддерживали свободное гражданское правительство.» Это свидетельствует о самом низком уровне невежества, которое гражданские и религиозные лидеры использовали для достижения своих целей. В другом месте он сказал, что в каждой стране и в каждом столетии священники посягали на свободу. Они всегда были в альянсе или в союзе с деспотами, участвуя в их беззакониях для того, чтобы защитить свои.» Конец цитаты. А вот другое утверждение. «Позволение гражданскому судье использовать свои полномочия для посагательства начитов взгляды и для наложения ограничений на провозглашение или проповедь принципов или его предположения о нездоровых наклонностях тех или иных людей является опасным заблуждением, которое полностью разрушает религиозную свободу. Потому что осуждая эти наклонности, он делает свое мнение критерием осуждения или одобрения в зависимости от того, поддерживает ли человек его взгляды или отвергает» Конец цитаты. Вам понятен смысл этого утверждения? Вот еще одно. «Разум и свободные исследования вопроса являются единственными эффективными средствами против заблуждения. Дайте им свободу действий, и они поддержат истинную веру, приводя на суд каждое ложное заблуждение и подвергая его тщательному расследованию.» Они являются естественными врагами заблуждений и только заблуждений. Итак, для того чтобы найти истину и отвергнуть заблуждения, вам необходимо иметь свободу мыслить и исследовать. А теперь, это очень важно! Через несколько лет после составления и подтверждения национальных учредительных документов, Джефферсон сделал ракурс в историю США до момента, датированного 1808 годом, и обратите внимание на слова сказанные тогда Джефферсоном. «Посредством непредвзятого эксперимента мы решили вопрос о том, совместима ли свобода религии с правительственным порядком и с послушанием законом. Мы увидели, что когда людям позволяют свободно и открыто исповедовать те принципы своей веры, которые отражают их разум, и серьезные взгляды, подчеркнутые ими из глубокого изучения вопросов, то результатом такого поведения будет покой и умиротворение.» Этими словами он говорит, что эксперимент показал добродетельность этой системы. В результате полувекового опыта и процветания наши сограждане эти слова были написаны в 1826 году продолжают одобрять сделанный нами выбор. И пусть во всем мире в одних местах раньше, а в других позже, но в конечном итоге везде люди услышат призыв, побуждающий людей разорвать цепи, которыми их сковали невежество монахов, их предрассудки, и насладиться благословениями и безопасностью самоуправления. Эта форма правления восстанавливает свободное право безграничного выражения своих мыслей и свободы мнения. Глаза всех людей открылись или открываются на вопрос по правам людей. «Всеобщее распространение света науки уже открыло перед каждым взором притягательность истины о том, что большая часть человечества была рождена без седл на своих спинах, и без присутствия некоторых счастливчиков, получивших от Бога законное право ездить на их спинах. Эти права являются основанием для надежды для других людей. И пусть ежегодное возвращение к этой дате 4 июля будет освежать наши воспоминания об этих правах и не уменьшат нашу посвященность им». Иными словами, он говорит нам, чтобы мы жили согласно фундаменту, заложенному основателями нашей нации. Некоторые люди сомневаются в том, что Джефферсон верил в том, что только федеральное правительство обязано следовать положениям первой поправки, а не отдельно взятые штаты. И что штаты вроде бы должны поступать так, как они считают нужным, когда дело касается разделения церкви и государства и религиозной свободы. Но дело в том, что 14-я поправка Конституции говорит о том, что это касается и политики штатов. Я хочу обратить ваше внимание, что Джефферсон сказал Самуилу Миллеру 23-го января 1808-го. «Я считаю, что Конституция Соединенных Штатов Америки запрещает властям навязывать религиозным учреждениям свои доктрины, дисциплины и практику». Вы понимаете, о чем он говорит? По его словам, это проистекает не только из-за запрета первой поправки. Не только из-за положения запрещающего издавать законы, касающиеся свободы вероисповедания, но и из положения, которое оставляет за штатами полномочия, не делегированные Соединенными Штатами. Говорит ли он здесь о том, что 14-я поправка также затрагивает вопрос отделения церкви от государства? Несомненно. Далее он говорит «Несомненно то, что ни одна власть не имеет права подписывать что-либо и кому-либо в религиозных вопросах или претендовать на авторитетность в религиозных дисциплинах, будто бы делегированную национальному правительству. Это положение относится и к штатам, и каждой отдельно взятой властной структуре». 14-я поправка была добавлена Конституции, чтобы сказать, что относящиеся к первой поправке к федеральному правительству относятся и к штатам. В 1802 году Баптистская ассоциация в Денбери написала письмо Томасу Джефферсону, в котором она, эта ассоциация, спрашивала его о гарантиях в сфере гражданских и религиозных свобод. И Джефферсон тогда написал ответное письмо, из которого мы почерпнули метафорическое выражение о стене разделения церкви и государства. Я хочу вам прочитать небольшую выдержку из этого письма. Он пишет, «Подобно вам я верю в то, что религия — это таинство, происходящее только между Богом и человеком, и что человек подотчетен только Богу за то, во что он верит и чему поклоняется, и что законная власть правительства имеет отношение только к действиям, а не к мнениям человека. Я с большим почтением отношусь к закону американского народа, который гласит о том, что его законодательная власть, то есть Конгресс не может издавать законы, предписывающие ту или иную религиозную практику, или запрещающие свободу вероисповедания, возводя таким образом стену разделения между церковью и государством. Верил ли Томас Джефферсон в разделение церкви и государства? В то, что религия имеет свое место? В то, что государство имеет свое место? Верил ли он в то, что они должны объединиться? Нет. И это радикально отличалось от того, что имело место в прошлом. Обратите внимание на то, что первые два пункта из первой поправки гарантируют религиозные права. Конгресс не может издать закон, предписывающий религиозное поклонение, но он также не может издавать законы, запрещающие религиозное поклонение. Однако третий пункт первой поправки предоставляет гражданские права. Таким образом, в первой поправке Конституции мы встречаем два рога, подобные Агничим. Первые два пункта предоставляет религиозную свободу, последний пункт гарантирует гражданскую свободу. Таким образом, в первой поправке мы находим содержание, напоминающее Агничья рога. А что об этом думал Джеймс Мэдисон? Вы знаете, что Джеймс Мэдисон был одним из величайших отцов основателей, и в действительности он известен как отец Конституции. Я хотел бы пропустить то, что написано о Джеймсе Мэдисоне в исторической хронике и ремонстрации. Мы также сможем с вами прочитать об этом и религиозной свободе в Вирджинии, в Америке, и мы перейдем сразу к подзаголовку. Высказывание Джеймса Мэдисона. Здесь вы можете прочитать об исторической хронике и ремонстрации. Это глава в истории гражданской религиозной свободе. У нас нет времени читать это, вы сможете ознакомиться с этим в свободное время. В своем письме к Эдварду Линнистону Джеймс Мэдисон однажды писал, «С особым удовлетворением я наблюдаю за позицией, которую вы заняли относительно религиозного иммунитета против гражданской юрисдикции в тех случаях, когда она не нарушает частных прав или общественного порядка.» Вы поняли, о чем он здесь пытается сказать? Он говорит о том, что церковь свободна от влияния государства. Да, именно это он имеет в виду, когда говорит, что он с особым удовлетворением наблюдает за позицией, которую те заняли относительно религиозного иммунитета против гражданской юрисдикции в тех случаях, когда она не нарушает частных прав прав или общественного порядка. Он также говорит о том, что в национальном правительстве нет ни единого намека на то, что оно имеет право вмешиваться в религиозные вопросы, и что малейшее вмешательство правительства в эту сферу будет считаться грубейшим посягательством на религиозные права. Что касается меня лично, то я всегда тепло поддерживал религиозную свободу. Итак, заметили ли вы хоть малейший намек на то, что правительство имеет право вмешиваться в религию? Нет ни единого намека. В 1822 году Мэдисон также сказал, против союза или коалиции между правительством и религией нужно принимать серьезнейшие меры. Поэтому каждый новый и совершенный пример полного разделения между церковными и гражданскими вопросами имеет неприходящее значение. Религия и правительство будут сохранять большую чистоту, скорее без, чем при содействии правительства. Я абсолютно согласен с этим утверждением. И затем Мэдисон говорит о том, что Соединенные Штаты преподают миру великий урок. Вы видите, что США стали примером для других стран Европы и Латинской Америки, и для всего мира, в установлении такой формы правительства. Вот его слова. «Мы преподаем миру великую истину о том, что правительство функционирует лучше без королей и знати». Здесь он говорит о республиканской форме правления. «Их характеристики улучшаются вдвое, если они прислушиваются к нашему второму уроку, заключающемуся в том, что религия процветает в своей чистоте скорее без, чем при содействии правительства.» И снова здесь мы наблюдаем идею разделения между церковью и государством. А вот еще одно высказывание. «В каждом удобном случае может быть непросто провести эту черту разделения между религиозными и гражданскими правами с максимальной определенностью, чтобы избежать при этом столкновений и сомнений по поводу несущественных вопросов. Для того чтобы предотвратить искушение злоупотребления властью той или иной стороной, или создание порочной коалиции между ними, нужно полностью исключить возможность любого вмешательства правительства в религиозные вопросы, кроме появляющейся необходимости сохранить общественный порядок и защитить религиозные группы против посягательства на их законные права со стороны других.» Мы видим насколько ясно отцы-основатели понимали эту идею. Вот еще одно высказывание, которое предоставляло собой мнение мировой общественности прошлого века, и кстати это было сказано в период 1260 лет. «Ранее мировым мнением было, что гражданское правительство не сможет выстоять без поддержки религии. Христианская же религия в свою очередь погибнет, если правительство не предоставит духовенству законный статус. Опыт, произошедший в Вирджинии, однозначно подтверждает опровержение обоих взглядов. Когда церковь совершает свою деятельность в полной независимости от государства, тогда даже в лишенном всего государстве будет наблюдаться необходимая стабильность и успешное выполнение его функций. В свою очередь духовная сфера будет свидетельствовать о росте числа прилежания духовенства, об улучшении их морального состояния и о возрастающей посвященности людей.» Итак, можно ли утверждать, что церковь лучше выполняет свои обязанности без вмешательства государства, а государство, в свою очередь, без вмешательства церкви? Несомненно! Вот еще одно высказывание. Я читаю вам эти высказывания, хотя вы можете сказать мне, зачем я это делаю, ведь они есть у нас в наших программных буклетах. Я делаю это потому что хочу чтобы вы поняли, что эти свидетельства просто ошеломительны и служат для нас хорошим примером. Обратите внимание на слова Джеймса Мэдисона. Истина состоящая в том, что религия и моральные обязательства, которые мы все имеем перед нашим Создателем, и то как мы их выполняем, могут управляться только нашей волей и убеждениями, а не насилием или силой, является для нас фундаментальной и неоспоримой. Таким образом религия каждого человека должна определяться и управляться только убеждением и совестью каждого человека. И затем в другом письме мы читаем. «Не существует более определенного различия, кроме такого, какое существует между духовными и материальными вопросами. Однако, когда они становились объектами законодательной системы, они делились на классы и соперничали, пока та или иная сторона не занимала господствующую позицию». Иными словами, он говорит, что ни церковь, ни государство не должны занимать доминирующую позицию, но функционировать каждая в своей сфере. Еще одно высказывание. «Опыт Соединенных Штатов успешно опровергает заблуждение, которое так долго пребывало в сознании непросвещенных, но искренних христиан. Кстати, это тоже было сказано в период 1260 лет. А также в порочных сердцах их гонителей. И состоящее в том, что церковь и государство могут успешно функционировать только при их совместной деятельности. Взаимная независимость содействует духовности, общества, социальной гармонии и политическому процветанию». А теперь я должен сказать о том, что наши отцы-основатели иногда были непоследовательны. Это свидетельствует нам о том, что можно верить в существо с рогами, подобными акчим и говорящие как дракон. Давайте поговорим об этом, а потом перейдем к следующему разделу. Некоторые историки, ревизионисты, такие как Дэвид Бертон, показывают, что основатели Соединенных Штатов были всегда непоследовательны в том, что касалось вопроса разделения церкви и государства. И это действительно так. Однако вывод, к которому Бертон пришел на основание этого факта, был неправильным. Тимоти Холлс дает объяснение одному примеру, в котором действия Мэдисона явно противоречили его словам. Я цитирую слова Тимоти Холла. «Действия Мэдисона не всегда совпадают с его взглядами» Не похожи ли эти слова на зверя, который выглядит как агнец, но говорит как дракон? Да. Особенно это относится ко взглядам, которых он придерживался в более поздний период своей жизни. Он возрастал в своем понимании. В более поздний период своей жизни он имел ясное представление о разделении церкви и государства. Однако, в ранний период своей жизни его действия до некоторой степени противоречили его взглядам. Холлс продолжает, «Однажды он внес на рассмотрение проект Джефферсона под номером восемьдесят четыре по установлению религиозной свободы в законодательстве Вирджинии. И в этот же день он представил на рассмотрение проект, предусматривающий наказание для нарушителей субботы. Я сказал сам себе, о чем тут вообще идет речь? В тот же самый день, вы хотите сказать, что в тот же самый день он заявлял о разделении церкви и государства, а потом в тот же самый день он пытался провести религиозные законы. Возможно ли то, чтобы те, которые должны были быть подобны зверю сахчими рогами, исповедовали одно, а делали другое? Конечно же возможно. Мэдисон представил на рассмотрение законодательных органов в Вирджинии, названный законом о наказании нарушителей религиозного поклонения и субботы, который был по-настоящему религиозным постановлением, нарушающим принципы Джефферсона и Мэдисона. Таким образом, в начале основания США даже и их отцы-основатели делали то, что в конечном итоге сделает зверь из книги Откровения. А именно, будет подрывать заявленные им ранее принципы. Вот содержание закона, предложенного Мэдисоном. Если в воскресенье человек будет работать на себя или на другого человека, независимо от того, является ли он нанятым учеником, слугой или рабом, за каждое нарушение он будет оштрафован на 10 шиллингов. Исключение делается только для выполнения домашней работы. Спасибо за субтитры Алексею Джефф. Спасибо за субтитры Алексею Джефф. Спасибо за субтитры Алексею Джефф.